Всем доброе утро. Стою на автовокзале с кофейком. У меня есть пожелания. Лучший способ предсказать свое будущее, стать его создателем. Мое пожелание на утро. Отправляемся мы с вами из Полоцка в Витебск. Автобус у меня примерно через минут 15. Надо разобраться немножко с платформами и погоним. Ехать, наверное, часа два. Будем надеяться, что в Витебске намного лучше будет, чем в Полоцке. Полоцк меня не впечатлил. У меня большие ожидания по поводу Витебска. Полоцк меня немножко расширял, как вы знаете, из прошлого видео. Не знаю почему так, но это, наверное, вот даже когда я ездил в Гервяты, как-то больше впечатление стало, чем в Полоцке. Хотя в Гервятах вообще ничего не было. Слово совсем. Я думал, я поеду на маленькой Тарантайке, я поехал на большую автобусе. Что, ребятня? Я в Витебске. Полдороги, конечно, проспал. О, только расчехлился, как только в Витебск заехал. Нахожусь на автовокзале. Сейчас подумаю, решу, куда мне вообще идти. Сегодня обещают дождей. Короче, будет, наверное, сегодня тяжелый день тоже. Кстати, никогда не было в Витебске летом. Был тут зимой, а вот летом не было. Планировал на хорошую погоду, но, как уже будет ранее, обещают нам дождливо и бокро и грозы. Буду надеяться, что это все передавали на ночь, а днем можно будет с вами немножко положкаться и погулять куда-нибудь. Что-то после Полоцки неожиданно, а тут очень шумно. Прям в полумертвом Полоцке, где ничего не слышно, вообще ничего, тишина. Тут прям очень по ушам давит, прям дорога. И людей очень много. До гостиницы еще и пока не дошел. Тормознул я в кафе-гараж. Решил небольшой силу строить завтрак. Террасы. Как бы я не любил маленькие города, но Полоцк разочаровал, и я до сих пор не могу успокоиться. В принципе, Витебск приезжаешь и уже сразу приятненько гуляется. И уже, как вы знаете, хотя бы тебя цепляет за что-то глаз, а ты можешь посмотреть и немножко полюбоваться. Но не здесь. Здесь просто какие-то жилые дома. Вот скажите, как мне в этом мире вообще не ворчать, если вот я сюда ехал, была духота. Сейчас ветер и моросит дождь, а там огромная туча идет. Как мне гулять? Объясните мне, пожалуйста. И вы говорите, что я ворчливый. Пока тут начинается ливень какой-то на улице, ну, я надеюсь, он придет мимо. Поделаю все дела на нашей дальнейшей с вами поездочке. Короче, там черню, блин, не видно у меня черта. Чернющая туча идет. Ну и красивые улочки там тоже есть. Поэтому будем надеяться, что у нас будет не помеха. Добрался я до автовокзала, но мне нужен автовокзал. Пока не буду спойлерить, куда я планирую поехать, потому что буду надеяться на билеты. Будут они или не будут. А то, что я все делаю в последнюю очередь, поэтому это немножечко все. О, сейчас вам покажу прикольную штуку. Называется «Освяжись». На лето поставили. Нигде такого не видел. Видел здесь. Ну, вы, конечно, можете написать, что у нас в городе все уже давно-давно такое делают, но это не важно. А вот в Витебске тугущат. В Минске тугущатку ни разу не видел. Смотрите, какая штука. Освяжись по Витебски. И тут, видите, тебя обдает водой. Ну, сейчас освежаться не очень хочется, потому что так-то на улице дождь. Ветер дует и меня освежает прямо здесь. Так, билеты, в принципе, завтра-завтра. Я взял, порешал все вопросы с завтрашним днем. А сейчас у меня под дождем гулянка по Витебску. В голове я себе, в принципе, наметил маршрут, который я хочу пройти. Буду надеяться, что это дождь не усилится. Потому что не хочется нигде пересиживаться или что-то еще делать. А хочется немножко погулять. Погода сегодня не радует. Радует, что вчера ее не было, но не радовал сам меня город. Если вы живете в Полонске, извините, пожалуйста, но честно, мне лично Полонске. Это лично мое мнение. Полонске понравилось. И советовать, как кому-то поехать туда. Только если проездно, знаете, на машине едете, заехать, но что там смотреть. Либо я дурачок и не знаю, куда там идти и что смотреть. И ходил не там, где надо. Либо это там не так же. Хотя мне многие говорили, поесть в Полонск. Там куча этих костелов, церквей. Все так круто, все так классно. И по итогу нет. Хотя я люблю, знаете, заходить в всякие церкви и просто зайти посмотреть. Такого у меня не было. Я иду вдоль такого кирпичного дома. Ну не этого, там другой был. И мне показалось, что он разрушенный. Я иду. Там окна все-таки, знаете, тут тоже не щупка чистая. Да. И я, короче, вот так вот заглянул в это окно. И там пустая квартира. Ничего нету. Голые стены. Лежит матрас на полу. Под ним лежит мужчина. Ну, парень молодой. И накрыт пледом. И он такой резко поворачивает голову. Я такой... Я просто думал, там никого нет. Это заброшено. Вот. А там нет. Там жилые дома. Просто какая-то квартира такая. Сомнительного качества. Кокоток я решил просто вернуть с главной улицы. Знаете, вот этой проезжей части. И просто... И просто иду по всяким дворам. Смотрю, вот такие, знаете, старые какие-то... Ничего себе в какой-нибудь необычной форме в дом. Что за корабль? Короче, просто иду по каким-то жилому району. Такому старому. Самое прикол, что это буквально тут метра сто от... Не знаю, это главное, не главное. Скорее всего, главная улица. Метров сто от нее сходишь во дворы. И тут начинают стоять вот эти вот разрушенные дома. То есть, как обычно. Как везде это, наверное, так сделано. Центр красивейший. Чуть заходишь во двор этого же центра. Все. Там разруха. Дома хуже, чем на окраине. Вот. Ну, по крайней мере, здесь можно, знаете, сделать прикольные кадры, снимки, пофоткаться. Если вы там любите всякие фотосессии какие-то мрачные. Вот такие вот домишка. Вот туда еще пойти. Ну, теперь надо переплыть вот эту речку. Это Днепр? Кто знает? Днепр это? Вроде да. Честно я вам скажу. Я ожидал вот таких вот дворов именно в Полмске почему-то. Чтобы вот такие вот дворы, знаете, старые, вот такие еще советские дворы, которые такие, знаете, чуть не ухоженные, не обязательно разрушенные. Просто чуть-чуть не ухоженные или еще что-то. Какой-то вот совет. И по итогу я ничего такого не получил от Полмска. Я не знаю. Возможно, у меня какие-то были завышенные оценки к нему. Потому что его рекламировать, я говорил раньше, очень сильно. И я разочарован на самом деле. Короче, решил попробовать я с Simple Coffee, который находится возле дома. Много раз я там брал кофе, там очень вкусный, мне там очень нравится. Я попробую, какой он витебский. Настолько ли он вкусный. Короче, у меня сейчас было стыдно немножко история. Беру я кофе, даю денежку и подошел вам оплачивать. И меня зовет девушка, и такая говорит, вы не доплатили 50 копеек. А я не услышал, мне показалось, что она сказала, у меня нет 50 копеек. И я так говорю, ничего страшного. Начинаю уходить. Она такая, так вы мне должны. Я такой, ой. Короче, я больше того, как старая бабулька, которая, знаете, не хочет платить копейки. Такой же, как и в Минске. Можно брать. А так хотелось. Ну что, нас ожидает нелегкий подъем наверх. Сейчас приступим. Так, немножко боли, выкрах и потного лобика. И я, в принципе, наверху. Ну что, надо проверить. Нелегкий подъем. Нелегкий подъем. Самый подъем. Нелегкий подъем в 3 части. Нелегкий подъем внутренне сме. Смотрите. короче я пришел тут на попал ровненько на какие-то молитвы на вот эти все вот как эти штучки называются не понравилось скажу вам так вот поэтому прошелся там попели помолились ну тут красиво ладно тут вот этот храм красивая так дальше будет вроде как кусочек старого города я не знаю насколько он большой длинный но вроде как старики таких в виде похоже но и но и и и и Вышел я на какую-то пешеходную улочку, она такая относительно небольшая. Вначале улочки там сзади у нас идут всякие магазинчики, точнее ресторанчики, всякие антикварные ладочки, а тут уже идут, смотрите, жилые дома. А это вообще детский сад. Здесь жилые дома и относительно, ой, нет, относительно, идет еще пешеходная улочка. Короче, я обычно хожу в грожу как джекарь, захожу во всякие подворотни, захожу во всякие подъезды, так, сейчас я вам покажу, кто это у нас нарисован. Я заметил, кстати, во многих дворах в Витебске, на всяких электробудках, вот такие вот граффити, с различными познаменностями, но я пока не могу узнать, будем понять, кто это. Я не знаю, ребят, если я необразованный, конечно, человек, возможно, вы подскажете, кто это, но я не знаю. Вот, обожаю заходить в всякие дворы и находить, как живут вообще люди, и просто многие такие, знаете, дворы старые, они очень клево выглядят все, покажу вам. Возможно, это мне, как городскому хлопцу, со столицы, вот так все это, знаете, в диковинку, но на самом деле это очень прикольно, и как-то прямо ездят, какая-то, знаете, романтика и атмосфера. Ну, возможно, не для тех людей, которые здесь живут, но... Короче, зашел в кофейню, называется Car Man, типа человек-мастер. Какая-то машина, маленькая кофейня, в Витебске. Обожаю маленькое кофейника, которое, знаете, она примерно крохотная, org. Вот так вот буквально там даже 2 человек не поместится, типа, но она такая атмосфера, знаете, там всякие маленькие машинки, всякие штучки висят... Это, знаете, тематично, атмосферно, всё так клёво. Блин, обожаю такую штуку! Эх, жаль, что таких кофейник мало, потому потому что, знаете, их они, как там не посидеть, не что-то только зашел, взял кофе и ушел, но они очень атмосферные! Вы там потусите только в время, пока вам сделают кофе, потому что там ни сто́ли к по факту, то ничего такого! сейчас вам покажу летний архитеатр, где проходит славянский базар, там конечно кстати славянский базар будет буквально через пару дней, через неделю, ну с момента выхода, а на момент съемки, возможно когда видео выйдет, славянский бираж как год прошел, должен быть следующим готовиться, сейчас вам покажу, в связи готовится, далеко уже не пойду, чтобы не мешать людям работать, и найди тут панику, что какой-то чел зашел и тапит к ним, вот смотрите, вот так происходит подготовка, что-то там делают, свет проверяют, и в принципе здесь проходит славянский базар, вот так вот, никому не кажется, что вход в подъезд для хоббитов, так, думаю, время идет к вечеру, точнее уже вечер, пойти куда-то поужинать, да отдыхать, ну и чтобы посмотреть, если там уже красиво в центре Витебска, как там красиво все это выглядит, если будет, поснимаем, а так перекус, и отдыхать, потому что завтра опять рано вставать, и нас ждет новый город, пока, говорит, не буду какой, но уже билеты взяты, все там уже готово, куда можно было ехать, я вернулся в центр города, ну, кратко, по крайней мере, там всякие кафешки, кофей и какие-то ресторанчики, да, в принципе, и пойду посижу, чтобы было более атмосферное, короче, зашел я в кафе-бар Марвин, так, это у меня не снег, это свет такой, какой-то странный, елки-палки, или снеги, короче, пришел тут, решил, что тут дранчиков похавать с кофе, все снимают красивенько, как мы принесли, готовое, а я, как я пожевал уже, тут, кстати, живая музыка, на улице уже, в принципе, никого нету, еще кое-какие компании на каташках сидят, но уже, как бы, в большей части, 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 елки-палки, тихо, буду я возвращаться из падки, потому что завтра надо утромать, ехать в следующий город, все, короче, до следующего видео.